Дедушка Лены Бессольцевой, Николай Николаевич Бессольцев, подарил городу свой дом и коллекцию картин. Бесценную коллекцию картин, оцененную очень высоко. И теперь у нас в городе будет свой городской музей. А сколько ему заплатили? Я же сказала, он всё подарил. Даром? Эта история, рассказанная в фильме Ролана Быкова «Чучело», может показаться надуманной. Но такие люди были и в реальной жизни. К их числу относился министр иностранных дел и канцлер Российской империи граф Николай Петрович Румянцев. Это тот самый Румянцев, который из своих личных средств, уже уйдя в отставку, профинансировал знаменитое кругосветное плавание Ивана Фёдоровича Крузенштерна. А после смерти Николая Петровича российские музеи пополнились уникальными экспонатами. Граф завещал государству не только свою коллекцию старинных рукописей и редких книг, но и собрание живописи. Это вопрос профессионального эгоизма собирателя, и это вопрос сохранности коллекции. Частенько произведения искусства и даже целые коллекции передавались государству исключительно ради того, чтобы они сохранили свою целостность. Одной из самых ярких фигур среди меценатов и дарителей была княгиня Мария Тенишева. Она открыла собственную художественную студию в Петербурге и основала музей русской старины в Смоленске. Её портреты писали Илья Репин, Михаил Врубель, Валентин Серов и Константин Коровин. Но в историю искусств эта женщина вписала своё имя большими буквами, передав уникальную коллекцию с работами Венецианова и Брилова музея императора Александра Третьего. Однако были случаи, когда коллекционеры расставались с собранными шедеврами в силу вынужденных обстоятельств. Дмитрий Татищев, будучи дипломатом, в период правления Николая Первого собрал значительную часть произведений, которые сейчас составляют цвет выставок Эрмитажа. Ну а нужно сказать, что его нрав к широкой жизни привёл к тому, что были колоссальные долги. Именно поэтому Дмитрий Татищев и завещает свою коллекцию Николаю Первому в уплату его колоссальных долгов. К слову, процесс передачи частной коллекции как и сегодня, так и 100-200 лет назад не такой простой. Здесь поговорка «дарённому коню в зубы не смотрят» не срабатывает. Существует ФСК, экспертного фонда закупочной комиссии, которая существует внутри каждой музейной организации. Это экспертное сообщество, которое оценивает произведения по его сохранности, по его художественным достоинствам, по его ориентированности для хранения и дальнейшего экспонирования в стенах музея. Именно такая экспертная комиссия была создана и для изучения семейной коллекции искусствоведа и писательницы Нины Молевой, которая завещала её после своей смерти президенту России Владимиру Путину как полномочному представителю страны. В коллекции есть даже подлинники Микеланджело, Рембрандта, Донателло, Эль Грека, Веласкеса. Большая часть этого собрания редких картин принадлежала семье покойного мужа Молевой, художника Элия Белютина. И фамилия Белютина на самом деле Белучи, и с Моникой Белучи они дальние родственники, но именно его отец пожелал, чтобы на русский манер всё-таки фамилия не вызывала дополнительных вопросов, и он стал Белютиным. В его коллекции насчитываются даже Тициан, и Нина Молева, как искусствовед, продолжая собирать коллекцию, мечтала каждого, кто пришёл бы её смотреть, на прощение угощать кофе. Каково это пить кофе с Тицианом? Дед Элия служил художником московской конторы императорских театров. Ездил в Европу, где на аукционах купал талантливые произведения искусств. После революции коллекцию едва не разграбили, и её пришлось прятать. Коллекция бы не сохранилась, если бы не мечтавший предок Элия Белютина не сделал бы специальную нишу, которая находилась в антресольном секторе, учитывая разницу потолков, для того, чтобы коллекцию не национализировали и не распределили по различным музеям, и она бы сохранила свою целостность. Традиция дарить свои коллекции музеям у нас в стране никогда не прерывалась. Так, в 1974 году архимандрит Алипий передал русскому музею около 50 полотен, главным образом мастеров XVIII-XIX века. Учёный-болестик Борис Окунев пожертвовал свыше 350 шедевров виднейших русских мастеров Серебряного века и раннего советского времени, среди которых редкая работа «Поцелуй» Птеслава Добужинского. Из этой же когорты щедрых дарителей братья Яков и Иосиф Иржевские. Они передали в русский музей 503 предмета своей коллекции, главной жемчужиной которой зима, масленичные гуляния Кустодиева и эстетские женские портреты Владимира Лебедева 30-х годов. Все мирские наслаждения исчезнут словно дым, думая о времени. Эти строки с картины фламандского художника Яна Ван Денхоке «Роскошный натюрморт». Само полотно тоже когда-то было частью частной коллекции, принадлежало ученому-секретарю Эрмитажа, искусствоведу Марку Философову. В 1935 году он передал картину в музей. Сегодня «Роскошный натюрморт» находится в экспозиции Эрмитажа. В центре картины стол с остатками пира, который наводит на мысль, что все удовольствия брены. И не стоит ничего, потому что сама жизнь быстротечна. Вечно только искусство. И настоящие дарители понимают это, как никто другой.